Бургер Кинг доставляет Гауду Блю Чиз Пармезан Сырный соус И 100% мраморную говядину Заказывай ангус 4 сыра с кэшбэком В приложении Бургер Кинг Ребята, дорогие мои Приветствую всех акционеров Компании Женек Ченнел А с вами, как обычно Лисицын Глеб Анатольевич И мы с вами, наверное, начнем Потому что подлежащий камень, как говорится Делал дело, гуляй смело Поехали! Капитал может существовать в различных формах Это могут быть деньги Капитал может существовать, как минимум, как мы с вами говорили на моих курсах В копилке, да, вот в обычной копилке Которую мы разбиваем и понимаем то, что Вот они, наши активы Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Деньги, оборудование, недвижимость И многое другое Всем привет, дорогие друзья! Да, привет! С вами Евгений И сегодня Ха-ха-ха-ха-ха-ха Евгений, блин Хочу рассказать о такой форме капитала, как ценные бумаги А если быть точнее, про акции Мы разберемся, что такое и зачем их выпускают А самое главное, как можно зарабатывать Вот, что как раз таки интересует нас, в первую очередь, как акционеров. Вот купили мы акции, а где вот это вот value, ценность, заработок, деньги, да, то бишь именно money. Немного теории. Простыми словами, акция это ценная бумага, подтверждающая ваше право на долю бизнеса. Именно поэтому она называется долевой, в отличие от любых других, например. Ну вот и вы, считай, как акционеры, да, почему? Потому что вы вложились в мой бизнес, а как? Подпиской. Ребят, так это... Ладно, все, я больше не могу, хватит на вставку. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет, с вами Лисицын, Глеб Анатольевич. Ладно, пожалуйста, давайте не будем, да, позориться, что это за непонятные какие-то звуки, вот эти Анатольевич. Я Женя, мне 25 лет, я мужичок в рассвете сил, посмотрите, подстриженный, очень аккуратно побритый. Вот эта сережка, да, немножечко по-детски, но стараюсь молодиться, стараюсь молодиться, как могу. Я рад вас всех здесь видеть, и это самое важное, потому что у меня хорошее настроение, и мы сегодня с вами смотрим Четыре гниды, четыре гниды. Давайте со мной. Случайный взгляд. Я... Вот. Как обычно, по классике, так как я робот, сидящий на стуле, я безмерно благодарен тому, как вы хорошо смотрите все ролики. Некоторые, можно, конечно, лучше, я не буду сейчас вдаваться подробностей, сами знаете, какие. Вот. Но, тем не менее, все очень супер, телеграмчик растет, по ссылочке в описании. Всех, кто из телеграма, всем респектусики, всех целую, люблю и обнимаю. Хоть и делаю это на расстоянии. Короче, огромное спасибо, телега это вообще самое лучшее, что у меня есть, поэтому приходите туда обязательно. Далее, мерч сейчас не на мне, а я жду, когда мне сейчас придут наконец-то мои зипки, наконец-то мой розовый свитшот, которым я буду снимать, мне кажется, практически все видео. Вот, переходите тоже по ссылке в описании, оформляйте заказы, делайте приятно кому-либо, либо делайте приятно себе. Что бы я и делал на вашем месте? Кому-то еще успеете потом дарить, а вот носить фантастическую, мягенькую, красивенькую одежду на себе, это не может не радовать. Все верно, я знаю, что вы так и подумали. Ладно, перед началом просмотра, что хотелось бы сказать. Будьте со мной, ставьте лайки, оформляйте сабскрибию на мой ченнел, пожалуйста, и пишите комментарий какой-нибудь. Хорошую сеть без дела. Двухчасовые ролики вам калачу сидят, бля, в развалку. Типа, ха, мы с женой смотрим, вы с женой смотрите, так два лайка, значит, должно быть, с женой они смотрят. Херевший совсем уже. В край, блядь. Ладно, я желаю всем приятного просмотра, самых-самых-самых-самых поясненных вибраций, добра, улыбок и так далее. С вами Евгений Макаренко. Кстати, хорошо, что сегодня я пришел в барбершоп... Я сегодня пришел в барбершоп, и там был мой, ну ладно, так скажу, человек, который меня смотрит, слэш-подписчик, вот, он меня стриг, мы что-то болтали, и в конце он такой, ну мы с моей тебя вечно смотрим, а он туда-сюда, я такой, круто, и он такой, я сегодня утром выхожу и говорю, а что ты думаешь, я сегодня это, Глеба стригу. Я вот так сижу, думаю, бля, не знаю, покажи, где там этот Глеб, какого Глеба ты стрижешь, блядь, я Женя, но в инстаграме написано Глеб Лисицын, ребята, я Женя, давайте его уточним, запомним, раз и навсегда, я Женя Макаров, Макаров Евгений Владимирович, 1997 года рождения, рост 93, вес просто пиздец уже, я не знаю, сколько можно уже расти, не буду говорить какой, и город Ухта, мой родной город, республика Коми. Уяснили, пометили это в блокнот, а теперь начинаем, все, поехали! Четыре свадьбы, четыре свадьбы, случайный взгляд, распахнутая дверь, четыре свадьбы, четыре свадьбы, ну вот и все, ты замужем теперь. Напоминаю, что ты нет. И не надо. Разводы, не дай бог, там, разделение вот этих всяких, не, ну хотя тебе это, наверное, выгодно там имущество поделить, но мужская аудитория не особо, поехали! Приветствую вас на телеканале... Взял, обесценил всех девушек. Ес! ...пятница, и в студии уже собираются наши... Наши новые четыре гниды! ...новые невесты. Привет. Привет. Так давайте скорее... Прикольно, кстати, она и говорит, привет, это такая. Накомиться? А вот тут уже плашечка 18+, на мой ролик-то и прилетела. Ой, девчонки, в таком наряде к нам еще никто не приходит. Кошка, блин, ёперный театр, пантеру, блин, залетела, нахрен. Чё там, блин? А уже, господи, я думала, хоть бы не вывалилась. Просто я была... Кстати, хорошо, что умеренное количество цепочек, это ни в коем случае не тяжело, и всегда самое главное, в меру. Вот. Пожалуйста, взгляните на экран, видите все эти цепочки? Как это называется еще раз? В меру. Как я вот в меру упитанный, так там в меру цепочек. Все так и должно быть, есть какой-то баланс. Кишечный щелочек. Настолько в шоке. Просто что нужно сделать, чтобы собрать на себе все внимание? Просто прийти с открытой грудью и вот так вот слегка прикрыть свои сосочные изделия. Все. Девочки, конечно, все специфические. Ну, давайте начнем знакомиться. Не знаю, что специфического в других девушках, да даже в этой-то особо ничего нет, но пришла без этой, без груди, ой, без груди, хотел сказать, да, без этого, без лифчика, ну и что, в чем специфика? Я не знаю. Яркие мои. И первый расскажет о себе наша невеста из Омска. Вот и рассказала. Ребята, что думаете по поводу невесты из Омска? Дайте знать в комментариях. Кстати, ребят, немного про меня. Все. Девочки, всем привет. Меня зовут Азиза. Мне 20 лет и я работаю администратором в кафе и параллельно учусь. Хочу вас пригласить на свою национальную казахскую свадьбу. Ес, национальные вот эти вот будут всякие штуки. Да, как я и хотел. Да, не заезжено, не скучно. Да, снова будут танцевать, петь и играть на гитарах. Ес. Да, 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 вот этого-то мне не хватало. Ё-моё, блин, а я думал. Национальные свадьбы, это всегда, мне кажется, очень эффектно. Там кони, там, я не знаю, там какие-то костюмы у них. Да, кони за столом с вами сидеть будут. Ну, я бы не сказала, что мне это интересно. Я вас приглашаю также и на никях. Никях – это бракосочетание в мечети. Обряд в мечети, конечно, безумно интересно. В мечети я никогда не была. Какая-то она такая суперадекватная, все ей нравится, интересно. Я думал, сейчас будет какой-нибудь фрик жесткий. Мне там будет некомфортно. Но какая же свадьба. Кстати, хорошо, что не на каждом ролике пью колу без сахара, да еще и с кофеином. Это, говорят, очень помогает для сердечно-сосудистой, ну и там всякие разные эти... Национальная без национальной еды. Я вам привезла баурсаки. А, блин, я думал, это просто картошка по-деревенски. Баурсаки. Баурсаки, баурсаки, баурсаки. Это вообще непонятное. Ха-ха-ха, сукол гора. Баурсаки. Традиционное мучное изделие казахов. А-а-а, я такое ел, когда мы в Алматы летали с Эльдаром. Я ел такое. Нам, мы были в какой-то деревушке, когда вот в эти горы ходили. Там рядом этот, ну какой-то там город. Блин, я, если честно, ничего не запомнил. Я вот что-то там спал, на горы смотрел. Вот, ел вот эти вот баурсаки. Ну, просто типа тесто. Ну, прикольно. Не знаю, чем эти баурсаки отличаются от пирожков без начинки. Ну, баурсаки. Вот, я ел баурсаки, ели ли вы? Дайте знать. Кстати, хорошо, что я не всегда заставляю вас давать знать о чем-либо в комментариях. Эта выпечка, она очень вкусная. Спасибо. Прикольно, но для меня кажется, что это какой-то, может быть, подлезон, может быть, не знаю. Я, конечно, не знаю вашу кухню, но для меня это невкусно. Жирно, это просто гадость какая-то. Какой бюджет свадьбы? Мой бюджет свадьбы, это 750 тысяч. Можно же было, да, говорить на самом деле? Ну, не говорить вот этого, для меня это невкусно. Можно же вопрос сказать, типа там, спасибо, все. Или типа, ой, я не ем мучное. На эти деньги можно сделать качественную, крутую, классную свадьбу. Выпьем за первую свадьбу. Жду вас. А теперь слово нашей бойкой невесте. Походу она будет такая прям ультра-токсичная. Я прям это вот уже вот фил, чувствую. Из Архангельска. Ну, Ксюша, давай, рассказывай. Мне 22 года. А чем ты занимаешься? Я управляющая теннисного центра. Я в свои 22 года добилась того, что я сейчас очень плохо зарабатываю. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, это так кринжово звучит, вы не задумывались? Ну, представьте, вот вы сидите в компании, вообще неважно абсолютно в какой, человек такой. А если что, у меня я 24, и по-честному говоря, в свои 24 я добился так-то немалого. Я слесарь высшего разряда, я очень-то неплохо зарабатываю. Мы и туда ездим, и туда, и сюда. Ну, это вот какое-то такое, блядь, не знаю, в детский сад, что ли, какой-то. У меня моряк ходит в море. Просто по колено ходит в море и возвращается обратно. Мне кажется, Ксюха, она... Я сегодня в ударе по шуткам. Держитесь, если вы едите, не дай бог кто-то поперхнется. Не дай бог, ребята. Гуляет, когда моряк в море. Свадьба у нас пройдет в классическом современном стиле. Бюджет свадебный процент. 500 тысяч рублей – это довольно неплохая сумма. Фишка свадьбы у меня – это выездная регистрация. Место будет фишкой. Может, это под шум волн, под крики чая. Свадебное платье какое у тебя будет? Свадебное платье будет трансформер. У меня будут шорты, вот так вот будет декольте. И будет шлейф, который снимается. Какая разница? Все равно его все обосрут с ног до головы. Поэтому, может, что угодно надеть. Это особо сильно не поможет. Ковы еще не видела, и мне было бы интересно посмотреть на это. Меню будет у нас с оттенками северной кухни. Попробуйте оленину. Оленью место не на кухне. Я бы его оттуда просто увела. Я так считаю... А теперь слово нашей фэшн-диве из столицы. Меня зовут Анжелика. Мне 26 лет. Именно Анжелика? Я всегда думал Анжелика. Я фэшн-модель. Да какая ты модель? Я тебя вообще ни разу нигде не видела. А, кстати, точно, да. Если вдруг кто-то представляется моделью, и ты ее не видела, то это точно не модель, и тебя пытаются наебать. Да, так работает здравый смысл, логика и сопутствующие товары и услуги на полках наших магазинов. Свадьба будет в стиле кибер-барокко с налетом готики фэшн-вамп. Я такая, а-а-а, типа, чего? Ничего я не поняла. Интересно посмотреть, что это. В целом на моей свадьбе будет, на самом деле, очень много гостей. От трехсот до пятисот. Правда, от трехсот до пятисот, но это опустимо. Ну, я не знаю, мы мою Рязань собрали весь город. Весь московский творческий бомонд. Будет венчание с нотками готики, бампа. Венчание будет вести архиепископ церкви Хелиос. Из Франции. А, из Франции, тогда понял. Потому что ты пока не уточнил, я думаю, какой из. Все. Я боюсь этой свадьбы. Бюджет свадьбы пять с половиной миллионов. Я у всех просто, блядь, по пять копеек. Да где такие бабки-то взять вообще можно? Да можно купить квартиру, двушку. Вот они мои, господи, как я скучал. Типа, я купила платье за 350 тысяч. И потом за кадром какая-нибудь это непонятно кто. За такую цену, то, что она дала за платье, это первый взнос нашей квартиры в Рязани. Да я бы лучше открыл какую-нибудь маленькую шаурмичную, которая, поверьте мне, потом бы такие доходы мне приносила. То, что я бы спокойно потом в ипотеку еще бы одну взяла квартирку, да? И уже сдавала бы. А вот тут уже и пассивный доход. Она платье купила. Безмозглая. Обожаю. Вот это вот прям мой вот любимый тип людей. Щитоводы. Не знаю, прям клевую. Но. Бат. Ноль. Бартер. Бартер. Очень круто, что она... Опять вот эти бартеры, блядь. Ну как нужда? Ой, все, расстроило меня. Я думал, 5500 крутая такая вывалила. Ноль бартер. Может воспользоваться бартером. Зачем туда вообще надо было говорить 5 миллионов? Что из меню будет у тебя? У нас не будет, во-первых... Воды. А, еды. Да. А есть-то что? Ничего. Как это? Я, конечно... Я расстроился. Я думал, там будет просто какая-то рекордная свадьба. Даже еды нет. Ну, зато название для ролика есть. Четыре свадьбы. Свадьба без еды. Все, готово. Огорчена. Что, не будет еды? Что ты вообще? Столько времени находиться на свадьбе и не покушать? У нас будет несколько точек, где ты сможешь купить себе еду. Какой деньги платить? В смысле, купите? Я на свадьбу пришла. Какой купите? Для меня это очень странно. Может быть, я вам тортик принесу? Спасибо и на это. Твоя очередь, пышущая здоровьем гостья из Рязани. Как он ее назвал? Очередь, пышущая здоровьем... Пышущая? Комментатор-то такой. На тоненькой. Ем гостья из Рязани. Меня зовут Саша. Мне... Знаете, еще что я понял, ребят? Вот я когда снимал в Питере видео, у меня какой-то был, как мне кажется, картинка была хорошая. То есть вот фон я всегда подсвечивал. Здесь не подсветить, потому что лампа по всей квартире, да? Тут у меня и лампа в целом-то говно. И всегда, мне кажется, какое-то лицо белое, и какая-то картинка стала тусклая. Как будто я просто, знаете, такой посидел в кинокухне с Женьком. Вам не кажется? Когда кажется, креститься надо. Ладно, короче, надо что-то сделать с картинкой. Но я сейчас перееду, и будет красиво, я вам обещаю. Ну да, вот я сейчас смотрю, вот это белое лицо какое-то. Белоснежка, блядь. Два года. Саша производит впечатление более взрослого человека. По нам заметно, что я гораздо лучше у нее выгляжу в нашей с ней 22 года. Саша, чем ты занимаешься? Я работаю... Е-22? В психбольнице... ...с сестрой. Вау! Укращай психов. Ну, ну... Укращай психов! Дед, что, и дальше укращай своих психбольнице... ...меня... ...пока я буду управляющий теннисного корта, между прочим, в 22 года, и неплохо так зарабатывать. ...бы она не укоротила. Зову вас на свою классическую свадьбу в русском стиле. Вот тут такая будет матерая русская свадьба со стилем психбольницы. Вот свадьба в стиле психбольницы, оливье, да, скумбрия, картофель вареный, чтобы там, знаете, вот не щепоточка зелени была, а с кулак вот так вот кинули туда зелени. И борщ такой, ну, ладно, борщ это я уже что-то придумал. И вот шампанское такое, знаете, Санта-Стефана. Во! Медведь, костюмы, пляски, танцы, конкурсы. Алкаши. Будет самая вкусная еда, будет много еды. Я постараюсь вам всем, чтобы вы все уехали не голодные. Вон там курочка из KFC, там все будет. Не знаю, какая-то прям русская селедка, картошка, она про это не сказала. Если там такого не будет, я не посчитаю, что ее свадьба была русская. Она, значит, по стилистике неправильно сказала, вот и все. Мне еда вообще не важна. Ну, как бы, ты идешь к человеку порадоваться за его праздник, а не поесть посидеть. Ну, что это? Нет, 99% российского населения, да и, наверное, не только российского человека, хотя я не знаю, как в других странах, но в России 100% если день рождения, то подарок дарить когда, если тебя позвали, чтобы ты там нажрался, чтобы более-менее окупиться, да? То же самое со свадьбой. Идти на свадьбу, чтобы там не было еды. Вы представляете вообще лицо какой-нибудь там вот такой вот из психбольницы, которая пришла на свадьбу, а еды нет. Это же все, это траур. Потом всем подругам уши проружжить, потому что, представляете, я пришла там, еду покупать надо. Да и за хер я вообще эти деньги платила туда. Вот, это классика. Это такое. По бюджету у нас, в общем, сейчас. Я, кстати, уже ловил несколько раз своих знакомых некоторых, потому что подарки не дарят, если я не организую день рождения. Вот это реально работает по принципу, типа, но он же не собрал там стол какой-то, ну и зачем ему что-то дарить? Вот это вообще ужасно, потому что я из близких моих друзей и знакомых, если у кого-то днюха, какая разница, звали, не звали меня, то всегда что-то подарю. Но мышление просто немножечко другое у некоторых людей. 500 тысяч. 500 тысяч хорошо, да, неплохо. Свадебное платье какое оно? Платье у меня будет белое, не слишком пышное, с небольшим шлейфом, корсетное, рукава-фонарики. И бронежилет. Не знаю, почему я это сказала. Хотелось бы увидеть немножко национального чего-то, но, скорее всего, это будет стандартное обычное платье. Я очень надеюсь, что платье будет выполнить. За русскую свадьбу надеюсь. Где-то покушаешь в городе Рязань. Конкуренции я не вижу. Анжелика самая стерва проекта, она еще покажет себя 100%. Для меня самое главное конкуренция... Пока что кажется, что она, наоборот, будет адекватная. Стерва – это ты, с вероятностью 90%. Ну, сейчас по оценкам поймемся. У меня здесь нет соперниц. Ну, вот и все. Ты замужем теперь. Это Архангельск. Именно здесь Петр Первый в свое время основал самый крупный торговый порт. Именно здесь наша Ксюша и встретила своего моряка Александра. Привет, я Александр, мне 25 лет. Мне 22 года. Здорово, Саня. Женя, 25 тоже. Года. Я работаю управляющей теннисного центра. И для своих 22 лет нихуя вот так зарабатываю. Чем очень сильно горжусь. У меня суперская работа. Я Мария. Суперская зарплата. Как? Мы познакомились на моей работе. Я сидела на рецепции, он пришел покупать абонемент. Я ему начала рассказывать про абонемент. Он начал ко мне подкатывать. Мне Ксюша понравилось с первого взгляда. Особенно ее глаза. Поэтому я подкатывал к ней. Где-то полгода мы не общались вообще. Не виделись нигде, не встречались. И вот мы сидели с подружкой и пили пиво подъезда. Он мне им проходил с нашими общими знакомыми. И вот он подошел. Они что-то с нами разговаривали. Позвали нас куда-то тусить. Мы с ними со всеми поехали. Мне нравится вот эта формулировка. Ну, подъезды сидели, пиво пили с девчонками. Ну, он что-то прошел мимо. С это время со своей девушкой там сидел, обнималась там. Я думаю, ну нет. Надо отбить. Всю ночь мы сидели вместе пили. Он уже там спать пошел. Я с этой девочкой всю ночь сидела. Мы с ней говорили, говорили. Я всю ночь выносила ей мозг. Говорила, зачем тебе этот парень нужен? Он уже моряк. И на утро она его в черных писах добавила и бросила. А я его попросила, чтобы он мне до дома продается. Да не, она точно не будет стервой. Абсолютно адекватный, спокойный человек. Просто выполняет работу в своих интересах. Идет по головам. Да, такое уместно. Почему нет? Ну, я согласился. Был не против. А я думаю, что тянуть? Я говорю, поехали жить ко мне. И все, так и съехались. Мне понравилась инициатива. Поддержал, как говорится, решение. Я уже почувствовала, что это мой человек. Уже хотел, чтобы он со мной жил. А то вдруг уйдет еще куда-нибудь опять какой-нибудь другой. Правильно, Ксюш. Только смелым покоряются моря. Я вообще очень психованная по жизни. Я вообще, когда психую, могу даже ударить. Но чтобы лишний раз Сашу не бить, я решила пойти боксом заниматься. Ксюха, с таким увлечением Сашка точно от тебя никуда не уйдет. Для меня Ксюша все равно маленькая. Даже если она будет кулаками на мне махаться, я ее успокою в любом случае. И как-то предложение дебоксировали. Предложение сделала сама. Я подала заявление на госуслугах. Тут нет никаких странностей у ребят. Все нормально. Прошло уведомление, что вас приглашают. Вот заявление в ЗАГС. Для меня это было полной нежидности, потому что мы планировали все-таки немножко попозже этот момент. А кто знает, может, через 5 лет его сделать, я уже старая буду. Может, я уже животом буду беременна. Ребенок, может, вообще случайно боится. Ну, согласиться, значит, будем по жизни идти вместе. Типа, не согласиться, ну и все, значит, не надо этого. У меня такое ощущение, что, знаете, мы не с одного мира вообще. То есть я это слушаю. Понятное дело, что это для кого-то нормально. Но вот я вот так слушаю, и прям как-то тяжело. Реально тяжело. Ну, я не могу это осуждать никак. Ну, типа, мы живем в мире, где сотни миллионов, там, тысяч в квадрате разных людей. Ладно, сколько у нас там, 7 миллиардов. И все у всех разное. Но для меня это прям вообще жуть какая-то. Да. Я тоже. Ну и я рад, что Саша... Ну, хоть они и милые. То есть все равно я... Мне тяжеловато. Поддержал твою инициативу, Ксюш. Тогда скорее собираемся на свадьбу. У меня сегодня цель на свадьбе тусить, зажигать, веселиться. А не сидеть с пухом лицом. Ну и выпить, естественно. Такой, знаете, типа, она такая... Ну, что-то я поняла, что хочется чуть побольше денег. Ну, я взяла телефон мужа, нажала в приложении какого-либо банка получить кредит. Ну, ему пришло смс. Ну, а там, как говорится, подтвердит, значит, пойдем дальше по жизни. Не подтвердит, ну, значит, не сложилось. Вот. Он подтвердил. 500 тысяч под 16% годовых упало. Я счастлива. А как там мои птички? Готовы тусить и веселиться? И оделась ли, наконец, Анжелика? Я ожидаю, что все будет шикарно, потому что 500 тысяч – это внушительная сумма. Я думаю, то, что мы отожгем по полной и будет... Да, от слова «жгение». Мы всегда жгем с пацанами. Что в Тбилиси, что в Дубае, что, блин, в Турции с Эльдаром. Мы реально всегда жгем. Это вообще очень весело и круто. Перформанс я приготовила сегодня необычайный для Ксюшки. Блин, ну шо ж ты в лифчике-то, ёперный нахрен. Что ее мужем. Я думаю, он их взбодрит. Ну, по сравнению с тем, какой ты была на знакомстве, оделась даже тепло. Заходим на корт. Идея провести регистрацию на теннисном корте, почему бы и нет? Я такой первый раз вижу на своей жизни. Так странно это все. Как минимум, есть креатив, и я это оценила. Встречайте! Я говорю, она мне, ну, пока что кажется, что она будет очень позитивно на все смотреть. Я вот про вот эту вот полуголую красавицу. В синем костюме бутыньорочка, галстучка, белая рубашка. Хорошенький мальчик. Это не особо стильно. Обычный классический костюм. Наша прекрасная невеста. Ксения! И его двоюродный брат Алексей. Бля, там такой двоюродный брат, что я, наверное, все слова свои обратно заберу, потому что... Да кто его знает, что будет? Знаете, мир такой... Несправедливый. Бля, если бы мне написал, чел у вас такой аватарка, типа, ты там против моей сестры в ее адрес что-то говорил? Ролик удалил, нахуй! Я бы сказал, брось, а пять секунд буквально удалю. Платье трансформер представлялось мне более эффектно, но в рамках ее свадьбы котируется. Нормально сказала. Я считаю, что невеста должна быть все-таки в платье, потому что это свадьба. Я никогда с Южи не встречала такого доброго человека, как ты. И тебя очень, очень сильно люблю. Я растрогалась, потому что какие-то слова были проникновения, вот такого, какого-то такого души... Двойного. Трепательного такого. Было такие слова, что реально она придумала сама. Да уж, Сань, смотрю, всю душу тебе, Ксюша, своей регистрацией вытрепала. На самом-то деле они милашки. Как бы я не могу сказать, что там вау-платье, вау-костюм, но мне кажется, им кайфово. Смотри, они ржут, вечно улыбаются. Азизочка, а ты что скажешь? Все было, конечно, очень романтично, но не до слез. Слушай, очень сильно люблю. Ты был сделан счастливым. Ксюша и Саша, они смотрятся очень красиво. Смотрите, как парень. Сейчас, секунду. Посмотрите просто на вот эту вот вовлеченность. Она просто бешеная. Чел пришел на какой-то тренинг по заработку на акциях, фьючерсах и всевозможных ценных бумагах. Он просто прям вот в проектор вот так вот залип и такой, да, а если нет, чел... Добро пожаловать на свадьбу Ксении и Александра. Бюджет 500 тысяч. Стиль – современная классика. Тотишка – регистрация на теннисном корте. Не, ну, еще раз, да, вот я не могу сказать, что вау, ну, прикольно. Ни разу, по крайней мере, давайте так, хоть раз видели мы регистрацию на теннисном корте? Нет, ну, что-то новенькое, прикольно. У нас обычно коттеджи снимают на второй день после свадьбы. Дом крупный, красивый. Зал вообще на самом деле не украшен. Ну, насчет оформления, тут просто можно было действительно перегнуть, он сам по себе достаточно такой украшенный. Ну, народу немного, мне кажется, уютно. Уютно – это самое главное. Сидиум молодых, оформлен минимально, но в стиле их свадьбы. Как на арке у него было. Да. Это оттуда же. Чисто разобрали и привезли. Мы пришли на юбилей к тете Зине покушать оливье. Сань, соберись. Какой юбилей, тете Зины? Вы на свадьбе у Ксюши и Александра. Ну что, пора и закусить. А то вон Сашка уже в праздниках путается. На столе были бутерброды, мясная нарезка, овощная нарезка, два салата. Первым делом я пробую Цезарь. Как вам салат? Офига дружна, да? А поедешь? Было прям, да, сухо. Вкусные заразы, просто чтобы вы знали. Марики, курочка, прям хороший салатик. Не хватало соли, но это их нисколько не портит, поскольку соль вредна для фигуры. Ну вообще, пока что вот прям вот, ну, зайчка. Нет соли, я такой, думаю, так началось. Но это, говорит, никак его не портит. А оленина Ксюха вроде оленя обещала вам. Я спросила, из чего сделана колбаса. Оленина, оленина, не говорите на русском. Был кривкус, чего-то такого, да. Олени, очевидно. Ну, возможно. Блин, мне не нравится, конечно, то, что я, ну, вы, наверное, кто со мной свадьбы давно смотрит, знает, что я люблю вот это вот, чтобы было просторно, большие потолки, все белое, особенно вот эти вот свадьбы, когда проходят в шатре, да, вот шатер. Это прям бомба, потому что, мне кажется, куча воздуха, пространства. А тут реально такая, знаете, день рождения. Вроде уютно и прикольно, но с другой стороны, мне кажется, я бы там задохнулся. И счастье, и здоровье. За родителей! Ура! 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 Приносят нам горячее. У меня была индейка с рисом. Индейка мне зашла прям хорошо, прям, прям, все прям сочное, хорошее было. У меня индейка даже визуально уже зашла, я бы даже ее не пробовал. Скажу честно, мне зашло визуально на столе все, кроме оленя. Прям, ну, класс, мне понравилось. Я не ем оленя, я вегетарианец. Горячее, ну, среднее пойдет. Очень вкусно, но жирновато. Что это, на этом все? Мне нужно прям побольше, чтобы я прям накушалась, прям поплотнее. Мы не сомневаемся, родненькая, никто даже и не спорил с тобой. Много кушать вредно. А танцевать полезно, поэтому пора насладиться первым танцем молодых. Первый танец милый, видно, что поставленный. Они замечательно танцевали, романтично, мило. Прикольно, он ее поднимал там на руки, там кружил ее. Ну, хорошо, хорошо, молодцы, ребят, постарались. Она такая прикольная, что кого-то могут поднять на руки. Это такая, блядь, где рыба? Жрать хочу. Нет, это индейка, оленина ваша, нахуй. Девчонки, молодые постарались для вас. А вы что-то подготовили? Я сейчас такое учу, Дю? Я знаю. Я думаю. Ох, Анжелика, что-то мне не по себе от твоих задумок. Ну, давай, тебя все равно не остановить. Зная Анжелику, я думаю, или она с голыми прискачет, или на оленя, что-то вот одно из двух. Сань, главное, чтобы она одно с другим не соединила. Внесите подарок! Заножность, значит, кушетку. Я подумала, что это торт какой-то. Ох, Азизочка, ты же моя наивная казахская девочка. Давай вместе на это надеяться. Ебать! Господи, прости, лежит Анжелика, голая. У Саши просто челюсть отпала. Угощайтесь, пожалуйста. Ешь, говорит, с меня. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Да, Азизочка, мы с тобой на другое надеялись. Ксюша всегда хочет кушать. Я решила прекрасным образом подать ей еду. Кстати, есть еду с твоих трусов. Это самое, мне кажется, приятное, что может быть. И вот с этого тела, которое точно не потело, пока ты там сидела и везде не ходила. Да. Может быть, ты не мытая, может, ты не бритая. Я не знаю, вообще просто... Никакой вообще... Ой. Я антисанитария, блин. Нахер. Это вообще ужас. Ешь, говорит, с меня. Вообще, я предполагала, что Ксюша не станет участвовать в этом. Но она достаточно смело выдержала этот эпатаж. Так как же можно отказать такой заботливой кормилице? Если бы мой жених съел бы кусочек с чьей-то... Это просто все. Это... Все. Это просто все. Ну, Саш, я-то думал... А это стоит, думаю, блин, я бы сейчас просто вот так вот с живота все... Ты у нас ко всему привычная. Не, ну это... Я не знаю. Это прям максимально странно. Вот это вот все. Вот это... Я не хочу это комментировать. Я работаю в психбольнице. А ты вон какая чувствительная оказалась. Если Анжелика будет себя плохо вести, я ее точно в психушку отправлю. Пациентам небось с тобой весело. Давай, энергию свою на танцполе выпускай. Я начала прям танцевать, прям кутить, прям вообще. Сань, сейчас твоя душенька будет совсем довольна. Наскет вызывает на улице посмотреть торт. Изумрудный, зеленый, первоклассный! Вот опять, как выходить с Катюши, его на всех хватит? Это как его нужно резать? Вот такими вот кусочками, вот такими вот. Стоит лягушка зеленая. Не, ну он выглядит так интересно достаточно. То есть, ну в целом он какой-то такой необычный. Просто он очень маленький. Короче, не знаю. Свадебная традиция. Торт был насыщенный, красивый, изумрудного цвета. Азизочка, ты же моя благодарная гостья. Во всем можешь красоту найти. В рамках свадьбы Ксюши нормально. По вкусу торт замечательный. Санечек, надеюсь, это не помешает тебе выставлять оценки. За банкетное меню на свадьбе Ксюши я ставлю 4 балла, потому что чего-то вот прям не хватало. Да, поэтому нужно нахуй 6 баллов снести просто так. Чего-то не хватало. А ведь пол стола... Ладно, все, не хочу. За свадебное платье Ксюши я ставлю 2 балла, потому что это было не платье. Это был обычный комбинезон со шлейфом, который можно надеть в обычное время. За оформление банкетного зала на свадьбе Ксюши я ставлю 7 баллов. Вот она, стерва проекта. Такая зазнавшаяся. 7 баллов. За жениха Ксюши я ставлю 5 баллов, потому что симпатичный мальчик. Именно только что он симпатичный, я ему ставлю. А так ему нужно немножечко-немножечко раскрепостись, немножечко прям быть таким... Немножечко раскрепостись, это обращение к нему. Немножечко раскрепостись, бро. Я люблю веселых. Ну вот и все, ты замужем теперь. Это Москва. Центр притяжения для тех, кто мечтает о славе и деньгах, приключениях и любви. И именно здесь наша фэшн-дива Анжелика встретила своего трубадура Николая. Ребята, кажется, я знаю, на какой почве вы сблизились. Любите пиджак на голое тело носить? Ха-ха! Я, привет, я актер, музыкант. Не понял, у него что, клыки? Это вампир? Художник. Я преподавала ИЗО, робототехнику и программирование. Но я решила, что мечты важнее и стал... И полностью ушла в ИЗО. Фэшн-модели. Я уже побывала на разворотах французских журналов. Являюсь амбассадором одного бренда. Одежды. Ой, какие творческие, креативные. Так как же вы познакомились? Вместе мы 4 года. Мы познакомились через соцсети. Тогда появились видеозвонки. И я решил просто... Увидел ее случайно, думал, какая красивая. А, я думал, у него клыки эти вампирские. Решил позвонить. Это была любовь с первого взгляда. Я смотрела, не отрываясь, так же, как и он. Понял то, что влюбился. Я предложил ей встретиться. На первую встречу я очень прониклась. Коля мне рассказал, что у него мама. Она его оставила в 14 лет. Уехала на съемки. Это был друг Коли. И не приехала больше. И после этого я жил где-то 4 года один. Китался в подъезды по друзьям. Вот так вот. Эта тема для меня очень близка. В 4 года у меня умерла мама. И я попала в санаторий. Дальше меня оттуда забрали в первую приемную семью. Там я прожила около года. Со мной не справились. Потом, после этого, я попала во вторую семью. И в этой семье прожила уже до 18 лет. Я это в 18 лет уехала оттуда. При первой же встрече я увидела в нем огромный потенциал, огромную душу. После... И огромный член. Встреча с Анжеликой у меня кардинально все поменялось. Уверенность появилась какая-то такая. Конечно, ребята. Вдвоем вам все невзгоды нипочем. Они подходят друг к другу максимально. Кто бы что там ни говорил. Мы хотим и нам нравится себя показывать, презентовать. Нам нравятся стили вампиризм, кибербарокко, готика. В этих стилях мы чувствуем и ощущаем себя очень комфортно. У нас все получится. И я буду популярной, и Коля будет популярной. И все сложится наилучшим образом. И в моделинге, и в актерстве. Ну что же... Дай бог. Давайте отправимся на первую в истории проекта свадьбу в стиле кибербарокко. Интересно. И как это будет? Зайтика. Как тебе? Бля, я думаю, сейчас там такие будут убогие оценки, потому что... А где белое платье и оливье? Один балл. У меня тут полный балаган. И в нем я чувствую себя абсолютно естественно. Это моя среда обитания. Чувствуете себя как дома. Анжелика, рад, что ты готова к своей фэшн-свадьбе. А как там... И дама справа на ваших экранах тоже готова к фэшн-свадьбе. Мои курочки, что ожидаете от кибербарокко? Я вообще не знаю, какая там будет программа, и даже подумать не могу, что там будет. Но мне кажется, будет жесть просто вот и все. Я думаю, что будет весело, прикольно и не забываем. Правильно, с позитивным настроем нужно идти. Позитив притягивает позитив. Плюс на... плюс дает плюс. Ну, еды не будет вообще, конечно. Вот оно. Самое главное расстройство жизни. Еды-то, блядь, не будет. Что вы с тобой взяли? Я взяла с собой стульчик, чтобы сидеть. А я подготовила целый пакет еды набрала. Я постоянно же есть хочу. Мы все вместе заходим в зал. Как что-то, типа, завод или что-то такого вообще непонятно было. Видим непонятный алтарь. Какое чувство, это могилы какие-то стоят. Это просто... Пошли на свадьбу. Мы видим много картины. Картина жениха и невест. Мне очень понравился портрет Анжелики и Коли. На самом деле реально круто смотрится. Своей половины лица. Я бы себе взяла такое. Ну что ж, вы услышали мнение медсестры из психиатрической... Ты там это, блин, на YouTube, что ли, вот эти блоги снимаешь? А как с этого зарабатывают-то? Я вообще не понимаю этой сферы. Иди на этот, на работу нормально. Трудовой договор был. ДМС, да, ДМС, добровольная медицинская страховая. Чтоб тебе там могли зубы вылечить от компании и так далее. Не занимайся этой хернёй, блин. Курились, блин, что ли, все нахрен. Твои лечебницы. Девочки почему-то сразу изначально пришли с каким-то негативным настроением. Ты же моя заечка, всё правильно. Мне нравится, то мне нравится. Азизочка, может они просто голодные? Есть хотелось. Кто-то из них вечно голоден. Спрос конкретно. Ксюшечка, понимаю, у тебя рыбка моя. Но на этой фэшн-свадьбе другие радости. Нам с девочками предлагают пройти на грим. Типа, она красится. Мне сделали невероятно крутые стрелки синие под мой костюм. Прикольно, кстати. Тебе идёт больше. Спасибо большое. Хоть какой-то плюс от Анжелики, что мне достался бесплатный макияж. Прическа мне абсолютно не понравилась. Без ли хвоста брать, я чисто луисею. Нормально, нет. Может, конечно, как-то фэшн модно, но это не моё. Дизайнер предложил поучаствовать в дефиле. Так она на меня не налезет. Грудь маленькая очень. Не знаю, с кого они вообще это сняли. Как хотите, так и вылезайте. И не важно, что у Саши там грудь 10 размера, извините меня. А платье там на 42-44. Девчонки, а фэшн-мир со строгими стандартами. Так что вы уж постарайтесь. В итоге налазит платье. Я как будто модели, кстати, смотрю. На Ксюшу она его одевает. Ну хоть кто-то из курочек моих к фэшн-двору пришёлся. Добро пожаловать на свадьбу Анжелики и Ник... Ебать, вы разукрашенные все. Калая. Бюджет 0 рублей. Стиль кибербарокко. Фишка, модный показ от друзей молодых. Ходим, мы ходим по залу. Не, пока я вообще не врубаю, где будет всё происходить, что это всё такое. Фуршета нету. Не выпить на свадьбе, я не понимаю этого. Мы решили сходить поесть. Точно, девчонки. А я помню, что вы продумано банки... Этот пакет, к сожалению, только для мадам справа. Если ты решила, что это всем хватит, я не уверен. Пакет с собой принесли. Ооо, роллы из какого-то магазина. Ессс. В банке от домини у нас это были роллы, которые Ксюша заказала. Колбаска у нас была с хлебушком. И салатик Цезарь. Я так в жизни никогда не ела, отвечаю. Цезарь был очень вкус. Спасибо, доставки. Мне главное, чтобы я сытая была. Мне тоже. Блин, я уже не могу нахерить. Мне еще х**, кто там смотрит куда. Мне главное, чтобы я сытая была. Раз у вас нет еды на свадьбе, то я, естественно, прям в середине зала вообще разложу и буду кушать. Прям назло всем. Потому что было обидно, досадно, не знаю, и завидно, что мы кушаем, а мы нет. Ой, Сань, в гневе ты серьезная. Надеюсь, к подопечным своим мягче относишься, чем к гостям. Кстати, всем точно не будет по х** на тебя. Точно. Этой свадьбе. Ладно, курочки мои, убирайте бутербродики. Начинается фэшн-показ. Меня уводят готовиться к дефиле, а девочки отсыпают цвета. Начинается первое дефиле. Выходят монашки. На самом деле прикольно, как это все выглядит. Ну так, супер нестандартно, и от этого, наверное, было бы как-то интересно. То есть, мне кажется, когда эмоции, точнее, когда ты не знаешь, что будет, и для тебя это все супер непонятное, это эмоции больше приносит, чем ты знаешь, что ты придешь на свадьбу и жестко в хлам обжирешься салатом. Типа, ну вот, мое мнение такое. Я никогда не была на показах. Это прикольно. Это мне понравилось. Прикольно, но это не свадьба. Сашка, согласен, на свадьбу мало похоже, но вон подруга твоя идет. Давай ее поддержим. Так она сразу так сильно выделяется. Я вхожу на дефиле, я иду по подиуму. Ну, Ксюша же, она не в этой сфере для нее непривычна, поэтому она была такой лежатой, скованной. Мне кажется, я выглядела вообще шикарно. Мне кажется, лучше всех я прям так шикарно прям прошлась. Конечно, моя хорошая, но мы же еще ждем вишенку на торте модного показа. Это выход молодых. Встречайте, друзья, Анжелика и Игорь Алик. Голая ли у нее грудь? Да не, не голая. Выходит Анжелика, жениха, посередине какая-то фриковая баба с каким-то гнездом на башке. Анжелика, она была похожа на какую-то баронессу. Баронессу. Она выглядела ужасно, крим-жо, ужасно она выглядела просто. У нее были накладки на... У нее был корсет и боди. Получается, то есть у нее была голая... Там чуть-чуть прикрытые, извините меня, вот эти места. Этот. Не было салатов. Ни одного салата. Ни мяса, ничего абсолютно. На фуршете не было канапешек. Ничего не было. Кровяный... Свадебный образ — это свадебное белое платье и фата. Работа — это трудовой договор и ДМС. Ребята, мы напоминаем вам это уже несколько раз за ролик. Так, крошечки мои, а жених вам как? Жених накрашенный. Спасибо за описание. Похож на Джокера на нем. Красная рубашка, спортивные штаны. Его образ он очень необычный. Ну, я не принимаю такой образ. Мне не очень понравилось, как он выглядел. Женей должен быть настоящий мужик. Мне вот такие вещи не нравятся. Девчонки, понимаю ваши комментарии. Но посмотрите, как гармонично молодые выглядят вместе. Важно же, что они друг друга нашли. Маски просто привыкли, наверное, на этих... Смотреть. У нас бы в Рязани бы за такое побили. Вот за это я и люблю как раз таких людей. У нас бы в Рязани за такое побили. Я у нас парень, если там в голубой футболке идет, я не понял. Ты что, это что ли? Задний привод? Ёпт, сюда, едино? Вот это реально ценится. Это круто. Зная то, что у нас выходят десантуры, то, что, не дай бог, ты выйдешь с окрашенными глазами, то все, куда-нибудь щемись, куда-нибудь прячется. Ну, только не в Рязани ходи так. Так, девчонки, все обсуждения в сторону. Начинается свадебная церемония. Стоит архиепископ, архиепископ. Дует, что-то там колдует над этим стаканом. И она дует вот это, кстати, да. И она прям смотрит на меня. Я говорю, что она там колдует. Она такая базарная бабка. Я не могу, это прям ужас. Курочки мои, спокойно. Сейчас я все объясню. Вы видите символический обряд объединения душ Анжелики и Николая. Бокалы символизируют тело, а напитки в них души. Теперь их души символически объединились в одну. В знак согласия молодые должны напоить друг друга из своих бокалов. Мы типа выпили на бурлершав, грубо говоря. Типа, вот так вот, типа, и не все выпивают. На этом весь момент закончился. Они целуются, все. Это вообще нестандартно, необычно. Я вообще не понимала. Я вообще люблю, чтобы было все по-русскому вообще. Бля, да господи. Ну, понятно, что это все нестандартно. Ну, сказали вы это раз, там, два, хорошо, там, максимум три. Каждая вставка и бесконечно. Я этого не понимаю. Ну, вот я понимаю, когда вот белое платье, мужчина в смокинге, да. И еще раз говорю, чтобы трудовой договор был у всех в кармане подписан. И желательно на госуслугах зафиксированный, чтобы пенсионные отчисления шли. Бля, похуй. Просто вот, ну, вот такая свадьба. Какие-то другие у вас есть комментарии, я не понимаю, или нет? Или вы без кейча будете говорить о том, что вы это не понимаете? Вот я, вы понимаете, только черные костюмы. Бля, где же? Ну, вот и поженили наших творческих ребят. И теперь они официально муж и жена. Дальше начинается концертная программа. Ну, да, это, конечно, все равно больше похоже на какую-то прям тусовку. Это прям, ну, я не знаю, гипернестандартное, я бы так сказал. Барабаны. Мы решили, типа, зачем сложить барабаны, решили сходить поесть. А вот это правильно. Не люблю, когда мои курочки голодные. Хорошо, что у вас там еще что-то вкусненькое осталось. Так, тут ничего нет. И роллы тоже съели. Хлеб оставили. Я просто, я такая, я же так хотела покушать. И мы просто взяли, украли поеду. Это просто можно было. Хлеб нам остали. Кушайте, девочки. Пожалуйста, спасибо на здоровье. Саша, мне кажется, ты сама виновата. Я так повеселилась вообще. Было весело. Эх, сейчас бы тортик объявить. Деконцепция свадьбы другая. Или, Азизочка, что там ты несешь, крошка моя? Я решила привезти с собой торт, потому что торт – это неотъемлемая часть свадьбы, и он все-таки должен быть. Хочу, чтобы вы его попробовали. Надеюсь, что вам понравится. Кстати, лица у них достаточно довольные, у ребят. Вот этих, я не знаю, пять коржей. Там что-то это смазано, перемазано, там что-то написано, нарисовано. Тут ваши инициалы. Спасибо. Анжелика очень душевно, очень тепло отреагировала на мой подарок, покормила гостей. И нам кусок дали. Я думаю, ну, хоть что-то поесть, хоть торта перекусить. И как тортик? Хоть торта перекусить. Вот бесконечный комментарий про то, как все нестандартно, и про то, как хочется есть. Вот складывается впечатление, что… Вот я не понимаю. Вот мне кажется, что в большинстве своем человек из Москвы, Питера, да, он бы отреагировал на эту свадьбу. Но я говорю, он мог там, наверное, пару раз сказать, типа, блин, как-то нестандартно. Ну и все. Ну, то есть, это просто что-то новое, это что-то странное. Мир развивается. Я говорю, там, люди зарабатывают уже непонятно вообще на всем, чему угодно. На воздухе уже все. Реально в мире все сильно поменялось. Вот все сильно поменялось. Вот это откуда? На из Рязани. Мне не хочется говорить то, что, типа, ну, там в Рязани, походу, у вас там свой мир. Это не так. Но в большинстве своем так. И меня это так раздражает. Неужели вот из-за того, что это провинция, вот я из Ухты, вот неужели, типа, настолько вот сильно провинция, вот, я не знаю, как сказать, убивает желание принимать то, что все меняется. Вот, наверное, так. Вот реально, как будто просто какие-то, я не знаю, первобытное вот это вот стадо, типа, эээ, это все нестандартно, это все не так, эээ. Вот я не знаю даже, бля, у меня даже слов нет. Это так уже раздражает. Просто жесть какая-то. Вот это дозволено моей бабушке, реально. Вот моей бабушке сейчас 73 или 74, мой самый любимый. И второй тоже, только там ей 75, по-моему. Вот они реально такие, ой, а что ты вот снимаешь, Жень? Устройся лучше на работу, чтобы я знала, что у тебя там оклад. Но ее можно понять, ей 74 года. Она всю жизнь прожила в Ухте. И то она сейчас там как-то радуется, уже приняла. Эти, бля, ходят 22, 22 года. Ааа, где еда? Ой, странно какие-то, они все, блин, намазанные. Ну это вообще трэш. Тоже был подрастающий, был очень сладкий, но мне не очень понравился. Тортик как домашний, он клевый. Ну это все, настроение поднялось, бля, далее этого. Что-то сладкого в рот запихнули. А если, естественно, кондитеры бы такое приготовили, ну, естественно, да, это уже на низшем уровне. А так прикольно. Ну, раз Азизочка тортиком всех побаловала, можем и оценки выставлять. За свадебное платье Анжелики я ставлю 2 балла. За банкетное меню на свадьбе Анжелики я ставлю 0 баллов. Потому что вообще не было ни покушать, ни выпить. За что ставить баллы? Естественно, я поставлю 0. За жениха Анжелики я ставлю 6 баллов. Вот, блин, вот как, вот что я вечно транслирую, как видно добрых людей. Эта Азиза, вот даже если бы она выглядела, вот, знаете, не в моем вкусе. Не знаю, там супер странно, может быть она была какой-то там полной, в прыщах, похер. Она добрая, и поэтому приятно на нее смотреть. Это самое главное, мне кажется, что есть в жизни. Я сто раз это транслировал. Просто вот, чтобы ты был искренним, честным и с позитивчиком. Вот хотя бы на мероприятиях, дома там, что хочешь, чуди. Ну вот, это так чувствуется. Вот она просто добрый человек, так же, как и вот эта вот Анжелика. Она ставила 7 баллов, это хорошие оценки. Вот пусть она такая эксцентричная, странная, но она просто вот такая вот добренькая. И все, я уже на нее смотрю и улыбаюсь. Это прикольно. Эти две просто мыши какие-то, блин, полевые. Жесткая, конечно, их, блин. Держитесь, ребята, блин. Детей от экранов нахрен. Он очень яркий, талантливый человек. И они очень классная пара. За оформление банкетного зала на свадьбе Анжелики я ставлю 3 балла. Потому что это совершенно не мой стиль. Мне это не нравится. Ну вот и все. Ты замужем теперь. Это Омск. Именно здесь находится... О, Омск. Омский газмяс на шараша. Поехали. Один из крупнейших в мире заводов по переработке нефти. И именно здесь наша прекрасная Азиза добыла своего нефтяника. Ребят, рассказывайте свою историю любви. Меня зовут Далер, у меня 23 года. Я работаю в нефтезаводе. Меня зовут Азиза, мне 20 лет. Я учусь в университете на юрфаке и параллельно работаю в кафе. Такие кадры, знаете, из какой-то рекламы. Тратором. Мы познакомились... Типа там сыр, хохланд. Поняли, да, вот это вот? У меня на работе. Он пришел как гость. Я пришел, попросил повешать куртку. Бро, повесить можно. Не обязательно повешать все вокруг. Просто повесить, ну ладно. Я сначала растерялась, потому что в мои обязанности это не входит. Но отказать ему не смогла. Я решил ее найти. Она мне понравилась. Он нашел меня в социальных сетях. Переписывались, наверное, мы месяцев пять. И потом уже он предложил мне пойти прогуляться в парк. И вот выдержка у чувака. Я не могу. Я тоже списал с ним давно с девочками. Переписывались с 2015. Я сейчас такой думаю. А что бы нам взять и просто не встретиться, посидеть где-нибудь? Предложил встретиться, посидеть. Но она уже родила. Ну, ребят, если личную встречу оттягивать пять месяцев еще можно, то знакомство с родителями по казахским традициям точно откладывать нельзя. Для казахов одно из главных – это знакомство с... Что он телек мигнул, да? Чертило. С родителями, потому что родители должны одобрить с жениха. Лера им сразу понравился. Они сказали, что да, хороший выбор. Для меня самое главное в девушке – воспитание. Хорошо, было скромное. Все. А готовить? Ну, готовить. Просто скромное. Все. Готовить. Мы очень любим покушать. Мы часто готовим бешпармак. Мы любим собираться с родителями, со всеми близкими, родственниками. Вы же, мои хорошие, все традиции казахские соблюдаете. Или как представители современной молодежи, какие-то все же нарушаете. Ну, мы с Далером держимся за ручку, гуляем. Ай, да молодцы. Все по правилам делаете. Мы оба казахи, поэтому традиции для нас важны. Самое важное – это, конечно, что именно семейная жизнь у нас начинается после свадьбы. До свадьбы жить нельзя, потому что нужно сначала сделать никях. Это мусульманское заключение брака в мечети. Ой, ребята, мы с удовольствием... Звучит все как-то так сложно, конечно, но что поделать. ...придем на таинство вашего казахского венчания. Ну, какие же вы хорошие! Душа не нарадуется! По казахской традиции невесту сначала собирают, она должна быть полностью готова, а потом приезжает жених, поэтому я ее сейчас жду. А как там мои курочки? Готовы к казахскому колориту? Там сейчас казахский колорит с ума сойдет, когда увидят нашу Анжелику. От свадьбы Азизы прежде всего... А, ну хотя нет, вряд ли сойдут. Тут все как-то по казахским обычаям. О, я ожидал... Я не понял, там что соски просвечиваются у них? Зачем блюру наложили? Это что такое? Давайте предположим, что это пуговица. Вот так и работаем. ...яркой картинке. Я жду от казахской свадьбы это... Много еды. Так, дальше что? И белое платье. Уюта. Я очень надеюсь, что мы в мечети не будем стоять там 10 часов, что это все пройдет по-быстренькому, и мы свалим отсюда поесть уже наконец-то. Ну что, девчонки, какое настроение? Платье у тебя такое интересное. Спасибо. Когда я увидела платье, я была просто-просто шокирована. Ты идешь в мечеть, ты с***ла в мечеть, это что вообще такое? Ипаташа, это про меня. Можно, да, по-трогой, да? Можно, да. Заходим мы в мечеть, тут... Нам принесли зеленые такие, знаете, плащи. Конечно, девчонки, вы ж так оделись, что вас еще одеть нужно, чтобы в мечеть пустить. Одеяние стильное. Я бы надела даже его в свет. Мы такие... Ну, ребят, напоминаю то, что мое одеяние вы можете приобрести по ссылке в описании. Мерч Positive Vibration. Самые приятные. И красивый. Типа, вот такие вот, как ведьмы. А вот и Азиза. Мне понравился наряд Азизы на самом деле. И на пацан... По национальности он был классный. У меня представление было то, что будет много какого-нибудь... Цезаря. Может быть, бисера, золота. Мне казалось, что национальные одеяния более яркие. Не, ей идет прикольно, реально, без шуток хорошо смотрится. Жених эффектный, сто процентов мог бы быть моделью. Вот обычно такой парень. Омский, казахский парень. Начинается они... Как я уже жду ее мужа. Ее нова, извините. Кях, как у них это говорится. Я казахский не знаю. Я не понимаю, что он говорит. Девчонки, может, кто-то из вас Ксюши переведет? Мне не очень понравилось. Саш, я понял. Придется самому объяснять. Никях. То есть, просто вот вдумайтесь на секунду. Казахские вот эти вот обычаи, что-то говорят на казахском языке, они находятся... Давайте я скажу, что это мечеть, вряд ли это мечеть, но вы поняли. Я ничего не поняла, мне не нравится. Какая она бесячая, какой ужас. Как вот... Ну, а как можно жить? Мне тяжело смотреть вот так вот моментами ее комментарии, как можно жить с такими человеками. Я не понимаю, а как это возможно? Мусульманский обряд бракосочетания. И для того, чтобы брак стал законным, жених должен подарить невесте махар. Свадебный подарок. Майбах. Не менее пяти граммов. Сколько вы даете свадебный подарок? Десять граммов. Золото? Сколько ты стоишь, Азиза? Я стою десять золотых грамм. Десять грамм – это же вообще ничто. Я бы на месте невесты зарядила бы по полной. Конечно, плохо то, что я со своего жениха вообще не стресла. Ну, конечно, вообще... Ну, за бесплатно взял, ну, что поделать. Начали раздавать конфеты. Бабушка такая, весело такая... На! Это смешно, у меня одна в лоб попала. Я была голодная, но я хоть какую-то конфетку перепустила в тот момент. Добро пожаловать... Это какой-то дурдом, бля, я не знаю, как я это досмотрю. ...на свадьбу Азизы и далее... 90% комментариев, какая я голодная. ...эра, бюджет 750 тысяч. Тебя, кстати, как-то много реально, 750к, прикалываете? Стиль классический. Фишка – казахские обряды. Ну, заходим в зал. Все хорошо. Зал... Потолки. Ну, я тоже, конечно, нудный, я знаю. Потолки, конечно, не супер, но в целом добротно все выглядит. Шой, широкий. Президиум симпатичный. Красиво, все здорово. Так, курочки мои, пора встречать молодых. Выходит Азиза. У нее полностью ее накрывают белым каким-то полотном. Все, ее полностью закрыли. Что он тут говорил, знаешь, вообще? Что-то на казахском. Курочки мои, он рассказывает про обряд петаша. Кстати, если ты вдруг какой-то язык не понимаешь, хотя ты находишься на свадьбе, где национальный язык другой, всегда говори типа «Че там, блядь, ебать на хуй не говорили? Это урок топтала, ебать. Ощущение хуй не поняла. Мне это не нравится, ебать». Ну, это, ну, свойственно вам, девчонке. Поэтому, пожалуйста, не теряйте возможности. Это знакомство невесты со стороной жениха. Раз платок так поднимает. Я думаю, ну все, сейчас я платье заценю. И начали поднимать вуаль, выпускать вуаль, поднимать, выпускать. Думаю, ладно, говорю, три раза, как говорится, Бог любит Роицу. Думаю, все, сейчас три раза. Так это затянуться, там, не знаю, уж на раз десять. Пока невеста кланяется, гостям гости не просто стараются ее рассмотреть, но и берут с подноса конфету, а вместо нее кладут денежную купюру. Поэтому чем больше будет кланяться невеста, тем больше денег появится на подносе. Вообще было очень скучно. Я решила пойти выпить, покушать. Ну все, мы не выдержали. Есть я хотела с охотой. Ну вот так. Давай, зайди за Леру, да? Я стояла до конца, потому что интересно было, чем закончится. Я пью водку с соком, а Ксюха к коньяк. Не знаю, у каждого свои ценности, но мне показалось, что было достаточно интересным, чтобы не пытаться потеряться в алкоголе. Прям реально, что я подумала. Ну нормально, да. Почему там Анжелика осталась, а Зизе она хотела угодить. Надо закусить чем-нибудь. Девчонки, ну! Да, это вот реально, этот выпуск для многих нагляднейший, просто самый нагляднейший пример человека, который вот, ну вот, Анжелика, да? Просто позитивного человека, который смотрит на мир так, типа, да кто что хочет, пусть то и делает, да? Вот нормальный человек, в моем понимании, да? Понятное дело, что я тоже там со своими странностями. И вот пример двух просто забитых, я не знаю, в 2000, ну, предположим, в 2012-2013 году город там Рязань или какой там, вот, 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 как делает этот чел в ТикТоке. Причем это даже, это даже не оскорбление, это вот просто вот, ну, такой факт. Все, вот они там. 2012. Плохо это? Не знаю. Закусываете? Для меня да. Раз уже начали праздновать. Кстати, чем угощают на казахской свадьбе? Мясная нарезка, рыбная нарезка на столе стоит. Цезарь с курицей, греческий салат и какой-то еще салат с каким-то фигом. Все. Где ваш, говорю, казахский колорит, я как бы не поняла вообще. Я пробую салат Цезарь. Очень странно делать. Курица сварена, но у нас ее обжаривают. У меня рядом со мной лежала рыба, получается, я ее такая, она закусила. А она не соленая. Это что за приколы? Вы рыбу не могли послить? Пробую тарталетку с икрой. Ну, правда, посоленее рыбы. Больше ничего не съела. Девчонки, вы пока угощались, бета-шар-то закончился. Можно, наконец, и платье невесты оценить. Платье просто обычное, стандартное. Не, ну оно же не стандартное, ну, еб твою-то нахуй, а? Что-то вот так вот были рукава какие-то пышные, но мне не нравятся такие вот платья. Платье не оригинальное, но красивое, подходящее под мероприятие, но не более того. Тут, значит, начинается музыка. Не, ну, я не разбираюсь тоже в платьях, но, как минимум, то, что там какой-то вот тот треугольник, что-то вот тут, то есть я не могу его назвать просто вот стандартное платье. Да, она правильно сказала, нет такого типа ваау. Пару раз были выпуски, где я такой ваау. Просто вот, ну, наверное, для многих, типа, ничего себе, круто. Вот, ну, красивое платье. Выходят официанты с такими большими подносами. Думаю, может быть, шашлык, там, знаете, типа, что-нибудь, люляшка какая-нибудь. Нет, Санечка, это вас национальными яствами подчивать будут. Это его величество бешбармак. Бешбармак выглядит не очень привлекательным. А что за мясо? Конечно, да. Да, конечно, да. У меня... Ну, вот я рассказывал, мы с Ильдаром, хотя не помню, Ильдар вроде тоже, но я за себя скажу, ладно. Я не попробовал ничего национального, просто потому что, да, вот, не привлекательно. Все, я не могу. Причем, я вижу, как все едят, и кто бы у меня не ездил, знакомых, бля, там такой плов, там такие там бешмаршмуч-мыч-мыч-крыш. Все прям круто. Я просто на это смотрел, когда там было такое, не-не-не, не, я ел, я ел уже, не-не-не-не-не-не, я не знаю, что с собой поделать, но не могу и все, просто не могу, не нравится, как выглядит. Не складывается в голове, как можно коня кушать. Да, ты конь, так коня просто, и все. Курей тебе не жалко, в Цезаре, который ты поедаешь каждый выходной. Я попробую. Вкусно, мне, ну, понравилось, нормально. Знаешь, на что похоже? На пупочки куриные. Но это не свадебная еда. Да, смотри, ну, у нас хорошо. у вас за это ничего не было. Начинает позрать бабушка, петь на казахском. Это было прикольно, звучало она классно. Как это прикольно? Ты же не понимаешь, что она поет. Разве это не хуйня? Странно просто, как это тебе понравилось. У меня прям есть голос такой поставленный. ПЕСНЯ Красиво поет, здорово. Ну, я не понимаю языка, естественно, мне не интересно. Санечка, ну, тогда ищи то, что тебя может порадовать. Ура! Ура! Как бы свадьба ни была наполнена казахскими традициями, без первого танца не обойтись. Первый танец подготовленный, интересный, но без эпатажа, в общем-то, как и все мероприятие. ПЕСНЯ Как парни классные, любят плука по-любому, это сто процентов. Танец меня растрогал. Вот эта вся любовь, морковь, это все трогательно. Санечка, как я рад, что ты у меня такая чувствительная оказалась. Я просто уже жду свадьбу Санечки. Я ничего не жду, только свадьбу Санечки. Все, мне больше ничего не надо. Пчонки, ну теперь пора поздравить молодых. Выходит Ксюша с ковром. Ковер это символ богатства, символ любви. О, надеюсь, мне тоже что-нибудь ковер подарят. Я хотел на стену повесить вот здесь сбоку. Но ковер не просто так получить. Его нужно заслужить. Я думала, что они туда жениха завернут и унесут. Я попрошу сюда выйти невесту. Ты должна войти к своему жениху не просто так, а залететь на ковре самолете. Садится невеста на этот ковер посередине. Начинают подбрасывать. Это было очень выжигательное, это было очень классно. И когда еще жениха наверх подняли. Чуть, конечно, башко не удались, а потом, конечно, тоже прикольно. Бля, прикольно, реально, если я представил, в какой-то момент сильно подбросили и просто сотряс у Чила. Все, уехал. Очень классно. Фектно, да. Здорово. Ну, я знаю, что придумать. Девчонки, не хотелось бы вас пугать, но там Анжелика что-то задумала. Пойдем. Так, Анжелика, давай немножко поаккуратнее. На этой свадьбе, возможно, голый себя не нужно подавать, да? Есть другие какие-либо варианты. тихо на улице. Анжелика. Прям на коне. Да, так жалко Анжелику. Ее просто поставили почти все по нолям. Лицо, плечики, все, все, идет. Прикалывать она такая, я дарю вам этого коня. Поели, а теперь покатались. я привела к тебе этого оранжевого покуна для того, чтобы ты была всегда на коне. И сегодня я предлагаю тебе первым оселать именно этого железа. Эпатаж. Эпатаж это то, что мне нужно. Давай, давай. конь начал буркаться и место слетело. Вот было бы просто прикол в том, что если бы, допустим, конь дал бы копыту в лицо, это было бы просто, ну, зато поржали бы. Ой, Саш, даже не знаю, что ей сказать. Очень смешно невесте да в лицо копытом. Своеобразный у тебя юмор, конь. Да не, неугарный юмор. Блин, Саня реально, ну, блин, заряженная, прикольная. Это второй подарок. Как ты думаешь, что здесь? Картина? Да. Это эпатаж, сразу предупреждаю. Я начинаю открывать и вижу казахскую свадьбу, ты даже это что такое вообще? Тебе не стыдно? Извините меня. Девочки, это не голая грудь, это искусство. Все, я не увидел, правда, детально, что там на картине, кто там вообще. Могу, у меня прям с нее, мне хочется их втащить, просто втащить. Я не понимаю, они это вообще не приветствуют. Я ожидала порицания. Порицания не было, была поддержка, все подходили, фотографировались. Они с ней фоткались просто по приколам. Если бы моему мужу подарили бы картину с голым, мне кажется, я бы Анжелике бы прям наглую делать картину, скажут, ты что, дура что ли совсем? Я бы ее вот так пинком просто под зад выгнала, извините меня, но так бы и было бы. Он мой мужик, он должен только мои, извините, мои... Просто, бля, я говорю, это, это шедевральный ролик на моем канале, шедевр, просто шедевр, запомните, потому что это нагляднейший пример, вот они, вот эти люди, вот они. Да если бы там моему мужику какая-то баба была тронула, я бы сразу пинка подзанил, это мой мужик, слушай, это просто, это такой, это низкочастотнейший просто ад, я не знаю, я не знаю какой это мир, я вообще не представляю, что это, то есть такие люди есть, не нужно на них агрессировать, они просто есть, но я бы ни в коем случае не хотел бы соприкасаться ни с кем из них, это просто кошмар, это просто 2010, бля. Мои, смотреть мои прелести, а не ее. Лучше пойдем выпьем. Я вышла на танцпол, мы отжигаем, веселимся. Я зажигаю, стою с казахами, там танцуем. Как ты стоишь с казахами? У тебя муж дома. С какими казахами ты стоишь? Стой около стола. Они прям облепили меня, мы там с ними дожгли абсолютно, сколько таком можно. Не моя атмосфера, меня не располагала. Анжелика, тогда тебе, как ценителю прекрасного, самое время оценить произведение кондитерского искусства. Свадебный торт. Ну, простенький торт на самом деле. Нормальный, просто нормальный торт. Торт не фэшн, просто красивый. Белый, с каким-то акцентом розового. Розовых цветов я не пламя прикола на торте. Розового цвета не присутствует в стиле вообще нигде, абсолютно нигде. Красивый. Потрясающе. Я поставлю высшую оценку. Анжелика, ты моя умничка. А на вкус? На вкус-то как? По вкусу торт шоколадно-сливочный. Типа, невкусно никакой, просто шоколадно-сливочный. Это может быть на подобии торта. Торт мне понравился, но там были орешки. Как бы не каждый проживет эти орешки. У меня мамка такой не прожевала бы. Торт был абсолютно невкусный. Мне не понравилось. Вы слышали этот комментарий? У меня мамка такой не прожевала бы. Это вообще к чему нахуй? Ну что же, вот мы и отгуляли шумную казахскую свадьбу. Побывали в мечети, посмотрели на обряд, поели казахских вкусностей. Это было атмосферно и душевно. И теперь время выставлять оценки. За свадебное платье Азизы я ставлю 7 баллов. За банкетное меню на свадьбе Азизы я ставлю 4 балла. Я думала, что будет много национальных блюд, а было только это кони. Я ушла голодная. За фраминин банкетного зала на свадьбе Азизы я ставлю 6 баллов. Вау! Вау! Потому что зал был достаточно модный и красивый. За жениха Азизы я ставлю 10 баллов. Вообще оценивать человека мне не очень нравится, но он бы мог быть прекрасной моделью. Ну вот и все. Ты замужем теперь. Итак, дамы и господа, подписчики, добрые, красивые и, надеюсь, позитивные и не гнилые люди. Самая главная свадьба этого вечера, если вы смотрите вечером. Если днем, то самая главная свадьба дня. Если утром, напишите в комментариях, как думаете. Это Рязань. Именно здесь находится единственный в России музей воздушно-десантных войск. Именно здесь наша Саша встретила своего десантника Данилу. Ребят, рассказывайте, как дело было. Всем привет. Я профессия военная. Я служу воздушно в самих войсках. Слава, давай. Я работаю в психбольнице, украшаю своих подопечных. Я всех своих подопечных очень люблю. Саш, а жениха? Вместе мы два года долгожданных, трагичных. Трагичный, ты че? Мы познакомились с ним на сайте знакомств. Да, она была подписана как Танюха. Я ей пишу привет, Танюха. Давай, говорю, там уж познакомимся, как-нибудь встретимся. Мне понравилось то, что он прям такой военный, такой прям крупный, такой прям мужчина. Глаза особенно коричневые такие, куговицы, такие ресницы, красивенькие такие. И каким был букет на конфетный период? Ну, я приезжал к ней, покупал там роллы, не роллы, там. Водку. Шоколадки, тортики. Тань, то есть путь к сердцу Саши лежал через желудок. Нам больше нравится так провести время. Возьмем фастфуд, начнем просто нормально сидеть болтать, развлекаться. Я, на самом деле, очень рад, что у меня Саша такая простая, то есть без всяких лишних там комплексов. Нет, ты посмотри ролик «4 свадьбы», вот реально, посмотри его, без моего обзора не надо. И поймешь, какая она у тебя просто простая, такая добрая, обычная, вот такая просто диваха. Тихо. Ну, ее злить нельзя, потому что, как бы, если ты ей что-то не так вот скажешь, то ты пожалеешь об этом тысячу раз. У меня есть скалка, он знает прекрасно, где она лежит. Она, когда начинает у меня так злиться, идет, так на меня ведьма. Любя. Это ненормально. Ловат, когда у меня тоже настроение грустное, она, если что-то на меня начнет гнать, то сама же и пожалеет. Особенно вчера. Туалет закрыл, как дед старый, честное слово. Да, ребят, смотрю на вас и не понимаю, кто из вас больше ВДВшник. Я понимаю, кто. Человечек справа, если взгляните на экран. Вот кто там ВДВшник. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Но я рад, что вы нашли друг друга. Так что быть широкой русской свадьбе. Я у меня привил со свадьбой мандраж, конечно, я очень пережила, конечно, волнуюсь. Меня успокаивает моя мама, вот, и, короче, все меня это... Хорошая фотография. У тебя будет самая лучшая свадьбе. Я уже говорила давно уже, как бы. Я не сомневалась, потому что мы с Рязани. Да, так что победа за нами. Не дай бог. Ну, раз Сашу можно оставить в надежных руках мамы, пойду посмотрю, как там мои птички. Я жду от свадьбы Саши, такую традиционную русскую свадьбу с плясками, гулянками. Не понял, Анжелика, где грудь? Что произошло? Жду от свадьбы Саши настоящего, веселья, кутежа, прям пьянки, веселухи, чтобы там было прям очень весело. Посмотреть на русские традиции в любом случае всегда интересно, особенно если они интересно обыграны. Девчонки, я уже... будет интересно обыграны. Привык, что наша четверка на свадьбы друг к другу со своим ходит. Девочки, такая жара, нужно освежиться, вы видите там фонтан? Ты хочешь покупать? Я хочу искуснуться, почему бы и нет. Ксюш, ну хоть, может, не перед ЗАГСом, а то, боюсь, перышки сильно намочишь. Ты че, мы на свадьбе? Че ты делаешь? И снова, мои дорогие зрители. Я что хочу, то и делаю. Ну все, мне захотелось купаться, я пришла купаться, мне нахуй вообще, господи. Я с ума в фонтане, мне стало так свежо, так. Ну вообще, лучше всех. И тут, после фонтана, Ксюша начала раздеваться. Еще отжала себе, ну, чего делать-то было? Я тоже могу раздеваться, тем более у меня фигура гораздо красивее, чем у Анжелики, и я как бы могу показать ее, не стесняясь. Ей кажется, что это будет, как я, но выходит, совсем не так. Блядь, это правда. это неэстетично, это неуместно. Курочки мои, мне кажется, с эстетикой будем разбираться. Это по-рязански, вот это по-рязански в 2010, ну, если бы это свадьба была 2010, и вот мы с ним 60-го, то я бы сказал, вау, блин, прикольно, реально, блин, нифига, блин, дерзко, блин, залетел, блин, фонтан, блин, давай, того, рублен, толку, наливайте, давай, ну, поехали. А сейчас нужно торопиться на церемонию бракосочетания. Стоим мы в ЗАГСе, Ксюша мокрая. Зачет на ногах. Идти в ЗАГС мокрый на свадьбу, в принципе, перформанс так себе. Бля, он прикольно комментирует, реально. Он же. Именно, знаете, прикольно, что у него лицо просто каменное. Она хотела, наверное, так же, как я, но получилось немного неуместно. Велико, с тобой сложно сравниться, но девчонки стараются как могут. Начинается регистрация, я вижу Сашу. В максимально нестандартном платье. Здесь мы видим просто что-то невероятно креативное, возможно, позаимствованное с запада, да, у голливудских непосредственно Stars. Соответственно, слушаем дальше? не отвлекаемся. Мне не совсем понравились эти узоры и... Как это не понравились? Азиза, прекрати. Это все максимально интересное и нестандартное. Открытая грудь? Ничего не вижу плохого, выглядит потрясно, супер. Еще и букетик, блин, в руке. Я не знаю, безвкусица сплошная. Анжелика, включи голову, безвкусица, это показы твоей безвкусицы, все, колхоз. Белое платье, водка на столе оливье. Охрененное платье. Девчонки, и жениха нужно оценить. Кстати, жених выглядит нормально вот пока что. Жених хорошенький, высокий. Как хочется пожелать ему просто рядом доброго и милого человека, все, больше вот ничего. У него такое лицо доброе, реально. Я вообще не представляю, как он живет с ним. Но лезть мы не будем, я еще не получил лицензию психолога семейного, пока что. Опустим это. Красивый прям, он был красивее, красивее, чем Саша. Она наклюканная максимально, понимаете, да? Она еле вообще вывозит эти синхроны. Жених как жених. Является ли ваше желание стать супругами взаимным и добровольным? Прошу ответить Александру. Да, я согласен. Прошу ответить Данилу. Я вижу искры в глазах со стороны Саши по отношению к Данилу. Она прям горит. Я вижу, что она его очень сильно любит. Искры в глазах у Данила к Сашей я почему-то не вижу. Данил просто такой. Так, был приказ выполнять. Надеваем кольца. Субтитры 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 и Данилы и Данилы бюджет 500 тысяч стиль классический фишка русские традиции субтитры и Данилы просто вот все, что я в голове себе плюс-минус представлял, настолько все забывается, настолько все ожидаемо. Это просто самое читаемое, что бывает вообще в мире. У меня в голове был плюс-минус такой же зал, я им клянусь. Эти вот колонки огромные, вот эти вот подсветка диджейская с 2005-го вот по бокам. Вот все вот это вот. Зал оформлен неэффектно, не... Опять же, Анжелика, учись, учись, еще раз учись. Это все сейчас актуально, как и платье, так и украска, вот точнее, как зал украшен. Все нормально. Тильно. Колхозный, обычный декор. Зал как будто очень маленький. Наверное слово колхозно. Ну, в общем, танцевать будет, наверное, сложно, но мы попробуем. Весь президиум и вся зона молодых, она была в этих искусственных цветах. Девчонки, самое красивое на русских традиционных свадьбах это молодые. Так что идите их встречать. Поздравляем! Поздравляем! Стояли родители Саши, родители Данила с караваем и с иконами. Данила реально такое лицо, как будто он прям совершил ошибку. Это было интересно, это было во старом русском традиции. А еще по старым русским традициям без каравая никуда. Традиции это наше все и это было очень здорово. Ничего нового не увидела традиционный каравай. Анжелика, надеюсь, русский традиционный... Еще вот добавлю немножечко ну я ж душнила, да, ну наверное вы уже это и так знаете. Очень тоже важный момент вот только что понял. Азиза девочка из Казахстана пять месяцев переписывались, потом пошли гулять. Традиция тихоня, что там муж от нее больше всего хочет, чтобы она была скромной. И вот эта вот Азиза, которая казалось бы вот там сидит вот в Омске по казахским традициям вот такая вот приходит на показ с Анжеликой такая вау, интересно, прикольно. Приходит на какую-то другую такая ну это здорово. Понимаете? То есть она почему-то не застряла, хотя казалось бы, да, стереотипы о чем нам говорят, типа ну вот они там в своем мерке живут в казахском со своими традициями, ну типа вряд ли кто из них что там понимает. И относиться будет нормально к полуголым бабам, где даже еды на свадьбе нет. Нет, вот пожалуйста. Вот пример человека. Садимся мы за... Бля, это наверное самый душный выпуск у меня будет. алкоголь стоит вообще, вообще я не знаю, что там налита. Даже нет, ни аксизоп, ни маркировка. Ну, понимаете, вот кола. Там просто бутыль. Давай, блядь. А что вы там в желтой бутылочке подскажите? Там огонь? Они могли хотя бы попробовать нужно. Стойко! Стойко! На столе я вижу цезарь, рыбную нарезку, грибы. Там и блинчики с икрой, и рыбы красной. Там было очень много всего, что можно было покушать, в принципе. Ксюшечка, знаю, как ты любишь вкусно поесть. Могу сказать одно, налетайте. Почему-то я не увидела в цезаре перепелиных яиц. Ну, цезарь был вкусный. Пробую рыбу, мне нравится. По идее, все было гуд прям. А по алкоголю? Ой, девчонки, как же я рад, что мои птички поклевали и наклевались. За дом, и у тебя родители пьем брата! Ура! 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 Это было не... как сказать, не душевно. Все ж ты не торопись. Вон еще сколько всего оценивать. Первый танец молодых, например. Танец такой душевный. Вот эти качания просто. Ну и все. Сука, зачем эти вставки вообще? Ну вообще, если свадьба русская, в русских традициях, то это можно так все круто и интересно обыграть. На х***е. И так нормально. Свадьба и свадьба. Все круто. А танец был обычно. Анжелика, сейчас... все будет обычно. От А до Я. Абсолютно все будет максимально обычно в 2008 году оставшееся. Вот это вот все. Понимаешь, типа, нет смысла это все комментировать. Здесь все обычно. Ксюша молодых поздравлять идет. Глядишь, что-нибудь традиционное и подкинет. Суть конкурса то, что вы должны передавать колбасу без друга. Правда ведь? Вставляю. Какая русская асфальт без просто конкурса. Ну, я и начала свою колбасу двигать. Ажелика думала, что она сама всегда перформансы свои делает. А я по круче нее перформансы извините, меня не делаю. Ксюша, твой перформанс с колбасой мы оценили. А сейчас выход Анжелики. И тут выходит Анжелика вся в краске. Фриндж должен быть на уровне искусства, а не просто фриндж. Нормально сказано. Анжелика навсегда голая. люди все. Блин, это реально смешно, вдумайтесь, кринж должен быть на уровне искусства, а не просто кринж. Я сразу вспоминаю, как она передает колбасу из ног в ноги. Такой вот. Ну, понятно, не было, что они такие что происходит? Саша была в шоке и А, да, ведь муж увидел чужую грудь. О, мэй, факин, гас. Разве видно, что не понравилось это. Она попросила с двух сторон сделать отпечатки ее телу. Я не перестаю удивляться и может даже восхищаться Анжеликой. Она очень креативная, она очень яркая, она очень артистичная. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что вперед на танцпол И тут начинается дискотека, все танцуют, я тоже вышла потанцевать Я начала танцевать, кайфовать вообще от жизни, начала там со всеми вообще танцевать Ну вот и славно, такое настроение осталось только сладеньким закрепить Выносят свадебный торт Торт бордовый, трехъярусный Кринжовый У него были бенгальские огни и сходились Симпатичный, но не впечатляет Именно внешняя его часть мне не понравилась Как будто это ткань на диване, знаете? Я браю кусок торта, а у меня просто теперь хрустит на зубах И прям не жует, у меня вот такие осколки прям во рту остались, непонятно, что за брикон В целом вкусный, но малинки застревают в зубах Ну что же, курочки мои, дожевываем и выставляем оценки за свадьбу Саши За свадебное платье Саши я ставлю 4 балла, потому что эти узоры и открытая грудь, они были неуместны За оформление банкетного зала на свадьбе Саши я ставлю 6 баллов Бля, да она же даже тут ставит много баллов, боже мой, за что? Ты бы знала, что тебе поставили Хотя, наверное, ей похер, что ей там поставили, она просто такой человек, сотый раз повторяю На такой бюджет можно такой декурс сделать За банкетное меню на свадьбе Саши я ставлю 5 баллов Было что поесть в меню, но было мало, и за этого я напилась За жениха Саши я ставлю 1 балл, потому что его поведение во время подарка Анжелике мне не понравилось Умничка, Азиза, умничка Ну вот и все, ты замужем теперь Вот и отшумели наши 4 свадьбы И прямо сейчас мы узнаем, кто же получит денежный приз на свадебное путешествие от телеканала «Пятница» Анжелика, Москва Ксения, Архангельс Ладно, это я все пролистываю Самое время поделиться впечатлениями от ваших свадеб И начнем мы со свадьбы с казахскими традициями Ничего удивительного, просто стандартное платье Я думала, что оно будет более казахское Это платье, которое мне понравилось, и я действительно представляла в нем себя, поэтому такой выбор Ну просто вообще вот на свадьбе вот эта вот штука вот эта пышная сверху была Она прям вот не подчеркивала ничего Можно было просто там выразить или что-то, а оно прям очень вот в этом месте Это штука, просто я не спустила плечи Из-за того, что я подумала, что слишком много взрослых, которые сидели рядом со мной Поэтому я не приспустила плечи, а платье оно с плечами, которые приспускаются Очень было затяжно, когда ты вышла, когда поднимали вот этот вот Я думала, три раза Я уже не могу их слушать, ребят, ну мне реально типа плохо, я не шучу, прям уже не могу Я наоборот залипла на это А я еще мне пускала Уже, Саша, пошли, вы же уже все Свадьбы разные, вы никогда не гуляли Все гуляют по-разному Вы не гуляли на казахских свадьбах, да, вы не знаете, как это бывает и так далее Поэтому Русскому человеку тяжело отстанить Может, как у нас, типа, традиции заведены, типа, у вас другие, типа, нам тяжело это понять У нас другие, да А теперь узнаем, какие впечатления у девчонок оставила свадьба нашей Ксюши Я почему-то думала, что у тебя будет, там, юбочка такая Потом она как-то перейдет именно в шорты Типа, не сразу шорты и просто шлейф О, а начинается раскрываться, раскрывается вот эта гнильца, поехали! Они какие-то искусственные, ну, вы, видимо, просто не понимаете этого Наверное, не понимаю Ну что же, а теперь послушаем, как девочки оценили кибербарокко нашей Анжелики Это платье от дизайнеров Ну, клево, но не свадебное же, правильно? Ну, типа, сижу на нее, смотрю, у нее голос, у нее все видно Но это тоже бескусица для меня, для наших обычных ребят, для обычных людей Это тоже бескусица, это непонятно, ну, к чему ты это пришла делать Если тебе там боль, типа, шикарная, там, офигенная классная грудь, то можно было что-то показать А типа, а, показ-то, в принципе, ничего Нет, мне все очень нравится А-а-а-а-а-а-а Я очень этому рада, я даже олеал очень долго поработал я вижу когда люди своим видом показывают что им не нравится происходящий вы сидели вы выбрали позицию сидеть и показывать я что не участвовал показе не танцевала не вернулась подождите вы выбрали этого и который ты говорила я выдержал выдержали вы свою хочу лишь и будет и понять а теперь давайте узнаем как конкурентки оценили рязанскую свадьбу в русском стиле прям такой типа красавчик красивее чем саша я знаю что у меня муж очень очень красиво но смысле красивее делаю учать ты сделала комплимент унизив ее я тебе рассказал что он красивее чем саша это же плане образа оценивалась типа и плане образа типа же прям такой типа красавцы просто две деревни спорят друг с другом я не могу больше а ты нет да и так анжелика не выиграет сто процентов из-за оценок но надеюсь выиграет азиза это будет просто для меня победа вечера у меня у меня у меня стресса я смеюсь дальше у меня типа истерический смех вообще насажда господи я не ждала тебя такого прикольно добавить это саш прости мне пожалуйста как-то обидел и не там не что-то имел ввиду что там кого-то не что-то имел ввиду что там что-то 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 не знаю там извините не страшно это мужик россии на это акция была не нравится чуть-чуть и выдохнуть и класс поздравляю Господи, это потрясающе Это просто потрясающе Спасибо большое Это достойно Правда, это достойно 100% достойно Как вы считаете? Ха-ха-ха-ха-ха Как вы считаете? Посмотрите на их лица Победительницей проекта стала Азиза Она набрала 63 балла Второе место заняла Ксюша Ее результат 57 баллов На третьем месте Саша С результатом 51 балл И замыкает четверку Анжелика У нее 18 баллов И прямо сейчас у девочек Есть возможность посмотреть альбом С оценками Погнали Итак Я Анжелика ставлю за свадьбу Азиза Вот понятно, как она выиграла А вот и вся dostату 7 баллов Жених 10 баллов Банкетное меню 7 баллов Оформление 6 баллов Ох, понятно, как она выиграла Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Подарок чужой свадьбы 10 баллов Ну понятно Десят как бы Жених учится Тебе так понравилось? Жених? Учеба не понадоб Derek Он доброжелательный Он симпатичный Он открытый человек, такой же, как Азиза, да. В среднем твоего жениха и жениха Азиза, как бы это два противоположных, почему ее жених такой классный, к чему будет? Ты говорила, что мы вообще урод. Накрашенный. Мне ничего сказать просто, это просто наигранные баллы какие-то, я считаю. Я, Саша, ставлю за свадьбу Ксюши. Платье невесты 4 балла. Жених 5 баллов. Банкетное меню 4 балла. Оформление 4 балла. И подарок чужой свадьбе 10 баллов. Занижала немножко оценочки, чуть-чуть совсем, чтобы сама... Нет, я как считала, так я и делала. Поняла. Я, Анжелика, ставлю за свадьбу Ксюшу. Платье невесты 6 баллов. Жених 7 баллов. Банкетное меню 7 баллов. Оформление 7 баллов. Странно, что Анжелика поставила больше, чем ты, Саша. Это реально. Сейчас, что-то было. Ну, просто... Я не могу, блядь, это такой ужас. Это просто ужас. Саша, я думала, что она мне больше ценок, если честно поставит. Ну, естественно, пришли, естественно, за победу дергать, правильно? Ну, я вот это поняла. Ты считаешь, что хорошая была свадьба? Ну, я считаю, что мне была хорошая. Я тоже считаю. У тебя была прекрасная свадьба. Главное, чтобы она тебе нравилась. Ура! Бля, она очень круто троллит. Мы летим на океан. Вот такой вот выпуск. Бля, у меня очень крутой выпуск. Очень крутой выпуск. Поэтому обязательно ставьте лайк. Обязательно пишите, что вы думаете. И, ребята, просто будьте добрее. Все. Будьте открытие добрее. Не надо никого обсирать. Жизнь одна. Да, это все банально. Да, я в курсе. Но, поверьте мне, это работает. Это реально работает. Становится жить намного легче. И люди к вам тянутся приятные, высокочастотные. Не из 2008 года. Уясните себе это, намотайте на ус. Но я надеюсь, что многие и так все это знают. Вот. А кого немножечко задело, как я оскорблял или там прикалывался, не знаю, над девочками, значит, у вас явно есть какие-то проблемки. Адекватный человек, посмотря вот на последний диалог, поймет, что это просто низкочастотнейшая часть людей. Просто это ужас. Это реально просто, это прям мусор. Подруги занижают оценки. Твой муж край... Это все так грязно, блядь. Просто грязище. Вот. Поэтому с вами был Евгений. Спасибо огромное за просмотр. Я вас целую, любые внимания. Все расприжимаем. Учтодворим свою любовь с фотографией в айфоне. Азиза, Анжелика, привет вам. Пока. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok